Братья и сестры, приветствуйте друг друга, который рядом с вами находится. Скажи, я рад видеть тебя в Доме Божьем. Слава Господу! Братья и сестры, мы сегодня рассуждаем на тему основания для Божьих благословений. Кто молится о Божьих благословениях для своей жизни? Поднимите руку. Мы все молимся каждый день. Мы молимся и просим, Господь, дай Бог, помоги, Господь, благослови. Это нормально. Бог нам сам сказал, так что мы просили. Но я вот о чем хочу с вами поговорить. Что бывает в нашей жизни такое, что благословение, оно почему-то не приходит или задерживается. Я обнаружил такую вещь, что есть благословения, которые приходят на правильное основание. То есть мы должны понимать, на каком основании Бог должен меня благословить. То, о чем я прошу. И есть благословение, которое приходит просто от Бога. Вот он суверенный Бог, он кого хочет, того благословляет. Вы знаете, что Бог может даже взять и человека абсолютно неверующего взять его и исцелить. Вы знаете, что благословить его может. Потому что всякое даяние добра, оно приходит откуда свыше. И Господь, Он суверенным образом может действовать. Но мы не должны так думать, что Бог, Он действует только суверенным образом. Бог по какой-то причине, Ему одному, только, наверное, известным до конца, Он решил благословлять нас тогда, когда мы прежде всего закладываем правильно основание нашей жизни. И я хочу сегодня порассуждать с вами на эту тему. И первое основание это будет такое, можете записать, Иисус на троне, когда Иисус царь твоей моей жизни, когда Иисус действительно Господин, когда Он царствует нашей жизни, это есть основание для Божьих благословений, разных благословений, духовных, материальных. Второе основание, это основание, назовем так, измененное мышление, измененный характер. Есть благословения, которые не приходят до тех пор, пока мы не поработаем чуть-чуть с мышлением или со своим характером. Но как только мы приложили усилия поработать с характером, вслед за этим идут благословения. И третье, я верю, что есть благословения, которые приходят как воздаяние за наш с вами труд, за служение, которому каждого из нас избрал Господь. Аминь, братья и сестры. Вот это такое слово, и уже все ясно, все понятно. Да, можно уже и по домам разойтись. Но давайте мы поразмышляем. И я просто не знаю, где я остановлюсь, поэтому на всякий случай вам всю проповедь в конспекте рассказал. Откроем Луки, пятую главу. Каждый раз, когда я читаю вот эту историю в Евангелии от Луки, в пятой главе, как Господь благословил Петра, Рыбаков вот этим уловом, я просто вдохновляюсь. Давайте мы почитаем с первого стиха. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, он стоял у озера Генесерецкого. Увидев он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега. Сев учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Оплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь, ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы. И даже сеть у них прорывалась. Тогда дали знак товарищам, находившимся в другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных». Также Иоанн и Якова, сыновей Зеведеевы, бывших товарищами Симону, и сказал Симону Иисусу, «Не бойтесь, отныне будешь ловить человеков». И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. И вот я верю, что после этого чуда Петр, который знал Иисуса как наставник, он познал его как Господина, как Господа. После вот этого чуда. Написано, что Иисус, он в тот день из лодки Петра много чему учил. Там был семинар или конференция, мы не знаем, до обеда. Ну, много учил. Братья и сестры, кто-то из вас помнит, какие были темы проповедеев в тот день у Иисуса? Кто помнит? О чем учил Иисус? А никто не помнит, да? Потому что не написано. Не написано. То есть евангелисты не запомнили темы. Наверное, он притчи там рассказывал, разные истории про фермеров, еще что-то может рассказывать, открывал тайны царствия, говорил о спасении, может быть. Мы не знаем. Но все запомнили это чудо. Все запомнили это великое обеспечение. И Святой Дух предпочел, чтобы в Евангелии эта история оказалась. Она очень сильная. Мы должны просто увидеть здесь, что Петр, он был профессиональным рыбаком. Он был опытный. Он знал, где, когда, какая рыба ловится, на какие наживки. И обратите внимание, что именно в той сфере, где он был профессионал, где он был специалист, где он был опытный человек, именно в этой сфере у него и произошло банкротство, разочарование, он вымывал сети. Именно там, где он был самонадеянным, рассчитывал на себя, и он думал, что он все знает, все понимает, и именно туда пришло банкротство. Именно в той области, в той сфере, где он рассчитывал на опыт, знания и сил. Аминь, братья и сестры. С другой стороны, я хочу сказать, именно в той области, где Петр был специалист, и где он потерпел разочарование, именно в той области, в той сфере, и произошло великое, сверхъестественное обеспечение от Господа. Аллилуйя! Оно было настолько великое, что написано, эти рыбаки были в ужасе, скажи, были в ужасе. То есть, их объял такой страх неимоверный. Наверное, даже сильнее, чем у Сергея Шамильевича, который там 300 тысяч в кассе получил. Это тоже круто, вообще здорово. Но вот рыбаки, у них же лодочки были не такие, как мы себе представляем, когда мы на пруду, на речке, катаемся, на лодочках. Это были рыбацкие лодки, они были огромные. Примерно от кафедры до стены огромная такая лодья. Вы знаете, что на этих лодках они ходили под парусом. Они могли бурю преодолевать, под парусом ходили. И там было сколько лодок, кто помнит? Две лодки, да, скажи, две лодки. Там было две огромные лодки. Две огромные лодки. И сколько рыбы они поймали? Много рыбы. Скажи, много рыбы поймали. Это очень много. Настолько много, что даже в одну лодку не поместилось. Представьте, какое благословение, что даже в одну лодку не поместилось. Что нужно было еще там звать одну организацию, ИПшника или еще кого-нибудь, вытащить всю эту прибыль. И когда вторую лодку позвали, и наполнили еще и вторую лодку, и все равно много, так много, что начали тонуть. Я верю в такие обеспечения от Господа. Бог может так благословлять свой народ. Но с чего все началось? Давайте просто подумаем, в каком состоянии находился Петр. Он рыбачил всю ночь. Вот он не спал всю ночь. Он рыбачил, он трудился. Он глаз не сомкнул. Он планировал поймать много рыбы, но ничего не получилось. Они с друзьями всю ночь трудились. И что хочется человеку после ночной рыбалки, после ночной смены, после ночного дежурства? Что хочется человеку? Вот чисто по-человечески. Что ему хочется? Вот правильно поесть и поспать, да? Ну кто-то сразу спать. Кто-то уже сразу спать, да? Это нормальное человеческое желание. И Петр, он помыл сети, достал тину, ракушки, моллюски, там водоросли, достал сети, помыл, почистил, посушил. И тут приходит Господь. И Петр, он уже, ну, со всеми мыслями у него голова уже на подушке. Он уже отдыхает, спит, думает, ну ладно, сегодня не получилось, завтра опять пойду. И приходит Иисус и говорит, Петр, позволишь ли ты мне взять твою лодку? И вот человеческое желание Петра. Ну Господь, ну, наставник, ну зачем сейчас? Я спать хочу. Я в таком состоянии. Мне сейчас не до конференции вообще, мне не до лекций. Я хочу спать. А потом думает, ну ладно, на служение посплю. Посплю. Чего, пусть уж, ладно. Он не жадный был. Скажи, Петр был не жадный. И это хорошо. Если бы он был жадный, он сказал бы, нет, я пойду, мне жалко. Он бы пропустил свое чудо, но он предоставил лодку. Ладно, посплю на конференции. И мы не знаем, какие там были учения, о чем учил Иисус. Петр слушал, может быть, спал, дремал, может быть, еще что-то. И вот Иисус закончил и говорит, а теперь, Петр, отправляйся на глубину. И вот тут он на этом взбодрился, да, проснулся. На какую глубину? Я уже домой. Мне что, опять сети мочить? Опять их марать? Опять там потом все это сушить? Возможно, учение как-то и повлияло на него. Возможно, это слово, оно уже и поработало в нем. Мы не знаем. Но Петр говорит, хорошо, это, конечно, абсурд, это нелогично, это так не работает это. Но по слову твоему я сделаю. По слову твоему я сделаю. Братья и сестры, вот поступить по Божьему слову, это есть основание для Божьих благословений. Помните, как Илья на горе кормил? Эти пророки Валову прыгают, часами молятся своим богам, ножами себя колят, кровь хлещет, там кричат, прыгают, танцуют, поют, там сальто, может, делают. И нет ответа, огонь не приходит. А Илья тихонечко помолился за одну минуту. И пришел огонь. Как помолился Илья? Он же нам не дал формулу просто, как правильно помолиться. Но он, смотрите, он помолился, Господь, я все сделал по слову твоему, по слову твоему. И короткая молитва дала результат. Ни многословная, ни красноречивая, ни долгая, ни громкая, ни тихая. Но короткая молитва дала результат, потому что он не просто так помолился, он не просто сказал правильные слова. А он действительно все сделал по слову Божьему. Он действительно сделал так, как сказал Бог. Поэтому, дорогие друзья, если мы хотим видеть, как Божье благословение приходит в нашу жизнь, нам нужно заложить вот это правильное основание. И основание номер один. Иисус, он должен быть на троне твоего и моего сердца, потому что он царь. Скажи, Иисус царь. Он царь царей, Бог богов. Альфа, омега, начало, конец. Он никогда не согласится на второе место в твоей моей жизни. Он должен быть на троне. Если ты не предоставил еще свою лодку, свое сердце и свою жизнь, сделай это. Пусть он царствует и господствует в твоей жизни. Потому что если у тебя будет какой-то крах, неудача, разочарование, банкротство, если у тебя будут какие-то проблемы, но Иисус будет на троне твоего сердца, Он всегда может тебе помочь. Он всегда может показать твою глубину и дать тебе понимание, откровение, куда бросать твои сети, отправлять твои письма, совершать звонки, куда идти и что делать. Аминь. Он даст тебе понимание, Он покажет тебе путь, которым идти. И ты пойдешь этим путем, и ты будешь видеть благословение, благословение, благословение. Когда делаем все по слову Ему, Он царь, Он говорит, мы исполняем. И вот Петр, он в страх и ужас пришел, когда он обнаружил такое обеспечение, он увидел, что Слово Божие так сильно работает. Знаете, в 20 веке, в начале 20 века один молодой человек, его звали Эван Робертс, ему было 20 с чем-то лет, молодой брат, христианин. Его товарищи там молодые были тоже, братья, сестры, там некоторым вообще по 15 лет было. В Уэльсе, небольшой городок, молодые ребята в небольшом городке, в Уэльсе, вот он получил откровение, Бог ему сказал, подчини, отдай свою жизнь полностью Христу, отдай свое сердце Христу полностью, подчинись полностью, подчинись Святому Духу, убери все из своей жизни, оставь все, что нужно оставить, и подчинись Христу. Он получил такое откровение, ну на каком-то служении, вот может быть на таком служении. И он начал это культивировать в своей жизни. И он начал не просто говорить об этом, он начал так жить сам. И знаете, что произошло? Бог через этих молодых ребят, Он сделал великое пробуждение. За три года, там говорят, больше ста тысяч человек покаялась. Как это возможно? Молодежь, вот такие молодые ребята получили откровение и сделали по слову от Господа. И Бог дал много рыбы, дал большой урожай, Он показал эту глубину. И в течение трех лет Бог мощно двигался в той окрестности. И потом это повлияло на пробуждение в Азуза-стрит, потом это повлияло на многие пробуждения, которые были в других странах, на пятидесятничество, это повлияло на духовное состояние верующих людей в нашей стране, ну как бы в той России, да. И мы являемся также, можно сказать, результатом тех посещений. Молодые ребята, неопытные, получили слово, сделали Иисуса царем на троне сердца. И Бог явил пробуждение. И знаете как, может быть ты смотришь на себя, ты такой незаметный, неприметный, маленький, как Давид, никто тебя не замечает, не примечает. Знаешь что? Сделай Иисуса царем. Сделай Иисуса номер один в твоей жизни. И Бог будет тебя сильно использовать. Аминь, братья и сестры. Это дело не в лодке. Не думай, что твоя лодка, она недостойная. Твоя лодка такая несовершенная. Весла скрипят, там пробоины, там течет. Все как-то грязно, ну рыбой пахнет. Ну зачем тебе святой Иисус в моей лодке, которая пахнет селедкой? Ну зачем она тебе, эта лодка? Слушай, дело не в лодке. Дело вообще не в наших способностях. Дело в том, что Он царь, и Он Господь господствующий. Дело в Иисусе, скажи, все дело в Иисусе. Дело не в лодке, ни в работниках, ни в сетях, ни в глубине, ни в рыбе. Дело все в Иисусе Христе. Скажи Аминь. И когда Он номер один в твоей жизни, такие чудеса станут возможны для тебя во имя Иисуса Христа. Поэтому Петр, когда это понял, знаете что? Он всю эту прибыль оставил. В 11 стихе мы читаем, Он оставил все, скажи, оставил все, и Он последовал за Иисусом. Почему? Потому что Он догадался, Он понял. Ну какой смысл мне с этой рыбой возиться? Конечно, кто-то бы подумал, ну это ж такая возможность, сейчас надо рыбу почистить, засолить, закоптить, продать, пойти договориться, организовать рыбный бизнес. Завтра мы с Иисусом опять туда закинем все эти, опять две лодки, и пошло-поехало. Ну как, нормально, да? Как бизнесмены рассуждают. А оставить рыбу, он аж протухнет. Благословение. Вот строишь вокруг благословения, вот и протухнет все. Не строй вокруг благословений. Строй вокруг Иисуса. Когда Иисус номер один, у тебя всегда будут благословения, скажи аминь, если веришь. Второе основание. Основание. Нам нужно, братья и сестры, поработать с нашим мышлением и с нашим характером до того, как придет благословение. Вот давайте мы книгу притч откроем. Двадцать первая глава. Тридцать первый стих. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Скажи вместе со мной, коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Бог силен дать победу. Ты веришь, что Бог силен дать победу? Ты веришь, что Бог силен восстанавливать твою семью? Ты веришь, что Бог силен освободить твоего мужа, алкоголика, сына, наркомана? Ты знаешь, что Бог это может все делать? Что Он может творить чудеса, благословить тебя в бизнесе, дать тебе исцеление, любое чудо? Он может. Но знаешь что? Есть наша часть. Скажи, наша часть. Нам нужно приготовить коня. Бог не может использовать коня, который не приготовлен, не обуздан. Он не может использовать. Нет, конечно, может, как суверенный Бог, но почему-то не делает. Это же слово к нам, что мы должны сделать нашу часть, заложить это основание. На каком основании Бог тебя должен благословить? Когда ты приготовил коня, Бог даст тебе победу. Скажи, аминь. Поверни соседу, скажи, готовь своего коня. Готовь коня. Приготовь своего коня. Что такое приготовленный конь, братья и сестры? У нас должно быть правильное основание, правильное библейское учение, здравое учение. У нас должна быть правильная вера, основанная на здравом учении. Странно наблюдать за людьми, которые не верят, но хотят, чтобы Бог благословил. Что-то тут не работает. Так же, если верят, но неправильно, не по-библейски, а хотят правильные результаты, это тоже не работает. Ты хочешь правильные результаты? Ты хочешь благословения? Тогда позаботься о том, чтобы верить правильно. Позаботься о том, чтобы твоя вера, она основана была на здравом учении. В Писании написано, что в последнее время здравого учения принимать что? Его не будут принимать. Будут принимать ложные учения, еретические учения. Но если есть здравое учение, есть правильная живая вера, обязательно будут правильные результаты, будет благословение, будет проявлена сила Божья, будут чудеса, будут исцеления, будут обеспечения. Там, где ты будешь видеть банкротство, туда будет приходить обеспечение от Бога, если у тебя есть правильная вера. И вот некоторые видят себя неправильно. Представьте себе ледоков. Кто-то видел ледоков? Ну, не вживую, на картинках, в фильмах. И вот он остановился во льдах на ночевку, и потом как-то ему сложно, как-то двигаться. И вдруг ледоков подумал о себе, может, я не ледоков вообще? Может, я катерок портовый там, ну, просто катер, яхточка. Ой, так тогда я не смогу этот лед разломать. Как я с этим льдом буду справляться? Послушайте, ледокол, он для того и сконструирован, он для того и создан, чтобы разбираться со льдами. Ледокол для того и сделан, чтобы ломать всякий лед. Поэтому, когда мы, как верующие люди, мы начинаем думать о себе, я не смогу, это такая проблема. Послушайте, ты для того и создан, чтобы разрушать все дела дьявола. Не врата ада должны тебя разрушать, а ты должен разрушать дела сатаны, потому что ты так создан. Ты не катерок, ты ледокол. Ты создан для того, чтобы разрушать дела дьявола. Ты должен ломать этот лед, потому что это то, для чего ты создан, ты сотворен. Прокладывать путь для себя и для тех людей, которые идут за тобой. А если мы в разуме своем, ой, я катерок. Ты ледокол. Все, что нужно тебе, оно находится. И вот, например, ты хочешь, чтобы Господь показал тебе глубину. Ты хочешь, чтобы Господь показал тебе стратегию. И ты думаешь, ну, это, наверное, какой-то пророк должен тебе сказать. Братья и сестры, в Библии написано, что мы, Вадимы, не пророками и не пророчествами, мы, Вадимы, Духом Святым. То есть, Святой Дух, Который живет в тебе, у Него есть все дары. Слово знания, Слово мудрости, откровение, вера, развлечение, языки, истолкование, всякое действие, духовное проявление есть уже у Святого Духа. Ты веришь, что у Духа Святого все дары Святого Духа? И я извиняюсь за колумбу вот такой вот. Все дары Святого Духа, они у Святого Духа. Согласны, да? А Святой Дух живет в тебе. 1 Коринфянам 3,16 написано. Разве вы не знаете? А кто-то знает, но забыл. Ну, напоминаем, да? Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Святой живет, где в нас Святой Дух живет в тебе, а у Него все дары, Слово знания, Слово мудрости, исцеления, чудотворения, все есть. А почему же это не проявляется? Будет проявляться только то, что угодно Святому Духу и тебе. Во-первых, Святому Духу, но и тебе. Если ты не захочешь, чтобы проявлялась, оно не будет. Ну, иногда, может быть, будет. По суверенной Божьей воле. Но будет проявляться то, что угодно Святому Духу и тебе. То есть Бог хочет, чтобы мы желали Его проявлений. Бог хочет, чтобы мы желали слышать Его голос. Бог желает, чтобы Его дары проявлялись в церкви. На твоем личном уровне, когда ты в своей тайной комнате, есть Слово знания, Слово мудрости, откровение, видение, стратегия. Все есть у Святого Духа, и Он желает тебе открывать во имя Иисуса Христа. Аминь. Поэтому написано, ревнуйте об этом, желайте этого, просите этого, ожидайте этого. И когда это приходит, действуйте. Поэтому мы должны быть приготовленные, чтобы Бог нас использовал. Конь должен приготовленный быть. Он должен быть библейский. Вера должна быть библейской. Знаешь ли ты, почему Бог может тебя сегодня исцелить? Почему ты можешь быть сегодня исцеленным? Ты должен знать, у тебя должно быть здравое учение. Знаешь ли ты, почему Бог будет действовать через тебя? Знаешь ли ты, почему Бог будет исцелять через тебя? Знаешь, почему Бог будет просто спасать через себя. Все это есть в Библии, есть здравое учение в Священном Писании, чтобы мы видели в себя не какой-то катерок, а ледокол во льдах, который проламывает этот лед. Я служил в армии, ну как в армии служил? Я учился полтора года в пограничном училище, и там у нас интересные были занятия, и вот такое было занятие конная подготовка. Нас вывозили в степи, там такие огромные конюшни были, и там коней сто лошадей больше даже. И вот эти лошади, кони, они кого только не видели, вот этих курсантов, вот этих солдат, курсантов, они вот приходят такие молодые, зеленые, ничего не знают, не могут отличить седло от уздечки, что как делать. А кони, они всегда на своем месте, они всегда, вчера, сегодня, и во веки тоже, они вот такие опытные, кони, лошади, а курсанты всегда зеленые, они меняются. И вот лошади, они уже так вот издевались над нами, чуть-чуть, пока ее седлаешь, она у тебя хлеб стащит с кармана, а мы брали вички специальные, чтобы, ну, как бы, как всадники же мы. Вот пока седлаешь, вичку может сожрать лошадь. И вот такие, у меня лошадь была, я тогда не придал значения, эта кличка у нее, знаете, ее как звали? Ее звали Ересь. Лошадь такая, хитрющая. Вот представьте, я ее седлаю, вот первый раз, я помню, вот седлаю, они никого вообще не боялись, только полковника. Вот полковник у нас был такой высокий мужчина с такими усами, все как положено, вот они его боялись, он пастух был главный, а все остальное, это как бы вот, и издевались, как могли. Я седлаю лошадь, эту ересь, и она, знаете, что делать, она надувается вот так, я думаю, зачем она надувается, легкий все, живот все надувается, потом понял. Вот она надулась так, но я сделал все, как прописано по учебнику, и мы выходим, там вольер, забор такой метра полтора, огромный такой вольер, и нужно было, как бы, сесть на лошадь, и это, ну, по кругу. И вот я сел на эту ересь, на эту лошадь, и поскакали мы до первого поворота, на повороте она, знаете, что делала, вот так вот, сдувается. Я смотрю, что-то у меня слабое, и на повороте, раз так, и все, я то на коне, то под конем. Сразу же там упал, вот эта ересь хитрющая, не запрягай ересь, не двигайся на ереси, ересь, она тебя заведет куда-нибудь, она тебя сбросит, в канаву какую-нибудь, упадешь куда-нибудь, уйдешь не туда, не двигайся в ереси, запрягай здравого коня, здравое учение, аминь, братья и сестры. И вот такая она была, еще хитрая, вот так бежит, рядом с забором железным, и вот так боком, раз об забор, раз об забор, у меня все ноги в синяках, издевалась надо мной. Интересно, знаете, такое было упражнение, такой маленький бордюрчик, сантиметров 50, задание заключалось в том, чтобы разогнать лошадь, ну как следует разогнать, дать команду, и чтобы она перепрыгнула через этот бордюр, 50 сантиметров. И все кони, как кони, лошади нормальные, все адекватные, разбегаются, прыгают, моя ересь, разбегается, подбегает к этому бордюрчику, и по тормозам, у него передний привод срабатывает, и меня, вперед, и я что только с ней не делал, ересь не перевоспитать уже, ее уже не переобучить, эта ересь, она просто уже, ну, негодная лошадь для победы. Но знаете, когда наступало время обеда, и этот полковник, пастух, помните, да, с большими устами, усами, он выходил и кричал, громким голосом стоим, на обед! Знаете, все ложи, и калиточку открывали, и все лошади туда, что там курсанты им говорят, и без разницы, все туда, на обед важное дело. Вот моя ересь, она хитрая, она вот в очередь там не стоит, и она туда не ломится, она просто берет через забор, заднюю ногу, переднюю ногу, и как бы пытается туда, в конюшню. Вот 50 сантиметров ей тяжело, а если надо, то и полтора метра. Хитрая, лукавая ересь. Бесполезно с ней одерживать победы, ничего не получится. Братья и сестры, конь должен быть приготовленный, вера должна быть здравая. Написано в псалмах, 31-й псалом, в 9-м стихе написано, не будь, как конь необузданный, не будь, как конь необузданный. Смотрите, Бог не может коня использовать необузданного. Когда мы с характером необузданным, несмиренным, Бог может обуздать, Господь может смирить, но знаете, что цена в Его глазах, чтобы мы сами заложили правильное основание для благословения. И когда мы сами себя обуздываем, скажи, обуздать самого себя, обуздать свой характер, обуздать самого себя, я верю, за этим следует великое Божье благословение. Об Иисусе Христе написано, что Он смирил себя сам, самого смирил, смирил себя самого. Скажи, смирить себя самого. Не Бог его смирил, написано, Сын Божий смирил себя самого сам. И по этой причине, скажи, по этой причине, написано, по этой причине, Бог и превознес его. Скажи, превознес. И дал ему имя, и дал ему позицию, и дал ему уровень по этой причине. Вот это основание, смирить себя самого. Поработать с мышлением, поработать с характером, обуздать уста свои, обуздать мысли свои, обуздать характер свой, обуздать самого себя. Святой Дух помогает нам в этом. А Господь на это основание посылает благословение. Поэтому некоторым людям, я не говорю всем, но некоторым людям нужно не терять время на то, чтобы просто клянчить у Бога, дай, 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 дай. Расстрел. Господь, основание дай ты. Ты коня приготовил, у тебя Слово есть, у тебя здравое учение есть, ты закидываешь свои сети, ты запрягаешь коня, ты действуешь на нем, будет благословение. Будет благословение, братья и сестры. Оно будет приходить намного быстрее, чем мы этого ожидаем даже. Оно будет намного значительнее. Петр не ожидал такого великого улова, но он поступил по Слову, и он увидел благословение. И в 11 стихе 5 главы написано, что Иисус Христос сказал, оставляйте все, вы больше не будете рыбаки, вы будете ловсами человеков. Написано, они все оставили и последовали за Иисусом Христом. Я верю, что есть основания для Божьего благословения, которое называется следование за Христом и служение Ему. Номер один, Иисус, Царь на троне твоего и моего сердца. Номер два, приготовленный конь, обновленное мышление, обуздай свой характер и свои уста. Номер три, служение Господу. Есть благословение для тех, кто служит Господу. В одной истории в Луке в 7 главе написано, слуга был у сотника, и он заболел. И сотник, он сделал все возможное, чтобы этот слуга был исцелен. И я подумал, наверное, слуга был хороший. Как вы думаете, слуга был хороший этот или нет? Он же ценил его. А вот я подумал, а если бы он был нехороший, ну такой, хитрый, лукавый, воровал, обманывал, хитрил, вот пошел бы сотник за него-то ходатайствовать. Я не знаю. Может, сотник такой хороший был, что и из-за всякого. Я думаю, слуга был хороший. И когда слуга хороший, Бог поднял ходатай за этого человека. Бог поднял людей, которые пришли к Иисусу. И через них, через веру сотника, даже не по вере слуги, через веру евреев, которым синагогу построили, через веру сотника, пришло исцеление для этого слуги. Поэтому, когда мы служим Господу, мы служим хорошо, мы делаем ту работу, которую Он говорит нам делать. Если у нас что-то происходит в нашей жизни, Бог поднимет ходатай по всему лицу земли, Бог поднимет людей. Они будут молиться за тебя, за твою семью. Потому что сегодня мы живем в время, когда жатвы, много, а делателей мало. Нам нужны делатели, братья и сестры. И это ценно в Божьих глазах, когда кто-то становится делателем, когда кто-то оставляет прибыль, оставляет какие-то перспективы, и он говорит, я пойду за Иисусом, я буду служить. Это ценно в глазах Божьих. Когда блудный сын, тоже в истории о блудном сыне, он возвращается к отцу, и он говорит, интересно так говорит, что слуги в доме отца моего живут лучше. Скажи, живут лучше. И Святой Дух как-то коснулся меня, он говорит, что вот, те, которые будут служить Господу, они будут жить лучше. Было время, я Богу не служил. Сейчас я много лет уже служу. Я хочу вам сказать, я живу лучше. Моя жизнь, она намного благословеннее, чем та, которая была, когда я не служил Господу. Служить Господу намного лучше. Я не говорю, сейчас бросай свой бизнес. Я не говорю, сейчас бросай свой дом там или куда-то. Я просто говорю о том, что если тебе нужно что-то оставить в твоем следовании за Иисусом Христом, сделай это, ты не потеряешь. Потому что ты положишь основание для Божьих благословений в твоей жизни. Есть некоторые люди, и может быть, вы уже много раз принимали это решение. Да, надо служить, надо служить. Есть призвание. Я должен, должен, должен. Вот это мне Бог говорит. Столько откровений. Но как-то не хватает твердости. Вот я буду заканчивать и последнее место прочитаем. Давайте исход, восьмую главу откроем. С пятого стиха. «Сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри руку свою жезлом твоим на реки, на воды, на озера и выведи жаб на землю египетскую. Аарон простер руку свою на воды египетские и вышли жабы и покрыли землю египетскую. Тоже сделали его хвы, чарами своими вывели жаб на землю египетскую. Призвал Фарон Моисея и Аарон сказал, «Помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего. Я отпущу народ израильский, принеси жертву Господу». Моисей сказал Фарону, «Назначь сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя, в домах твоих остались только в реке». И он сказал, «Завтра». И Моисей сказал, «Да будет по слову твоему». Вот интересная ситуация. Представьте, одна из казней египетских. Бог сказал, «Выведи жаб». Вы видели когда-нибудь жаб в пупорышечках? И вот жабы наполнили всю землю египетскую, дома, поля, все наполнили жабы. А Фарон, интересно, говорит, колдунам своим, «А ну-ка, давайте вы тоже жаб». И они еще, опа, и двойное благословение, «На, еще жаб». Ну, мало тебе жаб, на тебе еще жаб. И написано, жабы все заполнили. Куда и не придешь, везде жабы, в спальню идешь жабы, на кухню жабы, в туалет жабы, в дужу идешь жабы, везде жабы, во всех домах, полях, огородах, везде жабы, на чердаках и подвалах. Кругом одни жабы. И они такие, ну, как бы, неинтересные такие, знаете, в нашей жизни есть такие вещи, грешки, да, такие, вещи такие. Они нам самим противны, и мы понимаем, эти жабы внутри, с ними так некомфортно жить, они уже надоели, эти жабы, как-то бы сделать так, чтобы они исчезли. И он уже устал от этих жаб, и говорит, Моисей, ну, помолись уже Господу, пусть уйдут эти жабы. А Моисей говорит, хорошо, сам назначь время, когда помолиться за твою ситуацию. И фараон, он отвечает странно, он говорит, завтра помолись. В смысле? Еще одну ночь с жабами хочешь? И тебе не надоело? Надоело. Когда помолиться? Завтра помолись. Слушай, ты когда хочешь, чтобы жабы исчезли сегодня, а помолиться, когда? Завтра помолись. Ты когда хочешь, от пьянки избавиться сегодня, когда в репцентр поедешь? Завтра поеду. Ты когда хочешь, чтобы семья твоя восстановилась? Сегодня. Когда начнешь Богу молиться? Ну, в Новый год. Первое, это, января начнем. Интересно, да? Сегодня хотим решение, а действовать хотим завтра. Это завтра, оно не приходит. Братья и сестры, у нас нет этого времени, которое завтра называется. Все твои победы, которые ты видел, чудеса, обеспечение, все это в прошлом. А наше завтра, оно еще не наступило. У нас есть только одно время, которое называется сейчас. Скажи сейчас. У нас нет другого времени. У нас есть только одно время, оно называется сейчас. Если ты хочешь Божьих благословений, сейчас принимай решение. Сейчас прими решение, чтобы Иисус был на троне твоего сердца, и сейчас прими решение оставить все, что мешает тебе быть с Ним. Если ты будешь с Ним, все твои вопросы будут решаться. Тебе не надо строить вокруг прибыли. Тебе не нужно ожидать от людей, тебе надо быть с Ним. Все, что тебе мешает быть с Ним, убери от этой своей жизни. Сейчас. Ты хочешь исцеления? Верь сейчас. Ты хочешь свободу? Жажди сейчас. Ты хочешь служить? Прими решение сейчас. И Господь сейчас будет действовать в твоей жизни. Он сейчас будет к тебе говорить. Он сейчас будет тебя благословлять. Он сейчас будет к тебе прикасаться, и Он будет тебя исцелять. Как только ты примешь это решение, не откладывай это на завтра. Сделай это сегодня. Сделай это сейчас. Во имя Иисуса Христа. Давайте поднимемся наши ноги. Господь, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, Господь, за Твое желание благословить нас. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты, Господь, дал обетование в Библии, в Священном Писании о том, что всякая нужда была восполнена по богатству славе Иисусом Христом. Я молю, чтобы Ты сегодня показывал каждому из нас ту глубину, куда нам идти. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты повел нас, Господь, более глубоким отношением с Тобой. Я молю, чтобы Ты помог нам оставить все то, что мешает нам быть ближе к Тебе. Я молюсь, поведи нас на глубину, поведи нас дальше. Помоги нам любить больше. Помоги нам быть с Тобой больше. Помоги нам иметь отношение глубже во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты показал нам на те изъяны в характере, от которых нам нужно избавиться в жизни, чтобы Ты мог благословить нас во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам заложить правильное основание для Твоих благословений и делать по Слову Твоему, закидывать сети по Слову Твоему, служить по Слову Твоему, двигаться по Слову Твоему и оставить все во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты восстанавливал тех, кто сегодня разочарован, кто плачет, кто вымывает свои сети, кто поставил крест на своем призвании, кто говорит в своем сердце, что я уже старый, пора на пенсию, что я уже не способен ни к чему. Господь, я молюсь, покажи Твою глубину, покажи, Господь, тот путь, которым идти. Во имя Иисуса Христа я молюсь, чтобы Ты укрепил уставших, сушителей, кто утомился в призвании. Я молюсь, Господь, покажи новые горизонты, Господи, новые глубины, где Ты приготовил много рыбы, много жатвы, где Ты приготовил, Господь. Подними делателей, подними, Господь, поклонников, подними евангелистов, подними молодых пастырей, подними дьяконов, служителей, учителей, пророков, поднимай людей, ходящих в дарах Духа Святого, поднимай, Господь, служителей, через которых будет явлена сила Твоя во имя Иисуса Христа. Господь, я молюсь, чтобы Ты, Боже, призывал своих делателей, тех, которых Ты избрал во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Боже, пусть придет благословение на каждое основание, на каждое решение, которое сегодня принимается. Тот выбор, который делается, то смирение, Боже, то послушание, и эта покорность, Господь, во имя Иисуса, да придет благословение. И прямо сейчас, Господь, пусть Твоя сила проявится, и во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, что Ты услышал эту молитву, Тебе слава, во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Прославь царя Иисуса. Аллилуйя, он на троне. Иисус царь, Иисус царь, Иисус царь, Иисус царь. Аллилуйя. Я хочу обратиться к тем людям, кто еще не принимал Иисуса Христа Господом. Ты еще не предоставил свою лодку, свое сердце, свой дом, свою жизнь. Сделай это. Сегодня, если ты понимаешь, что только Господь может тебе помочь, предоставь Ему свою жизнь, предоставь Ему свое сердце. Он придет к тебе, и Он тебя благословит. Если есть такие люди, прямо сейчас вы можете оставить свое место и прийти сюда, на эту сцену. Мы будем молиться за вас, где бы вы ни были, на балконе. Неважно, сколько вам лет, молодой вы или в возрасте. Сегодня только Бог может прощать грехи. Только Иисус. Нам больше некому идти. Давайте мы будем приветствовать этих людей. Будь смелым, действуй сегодня, не откладывай на завтра, не откладывай на следующий раз, не откладывай на следующее воскресенье. Нужно действовать сейчас. Бог живой сейчас. Он исцеляет сейчас. Он прощает грехи сейчас. Он желает тебе прикоснуться сейчас. Он желает благословить тебя сейчас. Сейчас время благоприятное. Это время, которое Бог приготовит для тебя. Он хочет прийти в твою лодку. Он хочет прийти в твой дом. Он хочет прийти в твою семью. Он хочет прийти и изменить все. Он желает тебя благословить. Он знает, как тебе помочь. Он знает, как все исправить. Тебе больше не надо плакать, тебе больше не надо быть в депрессии, тебе больше не надо быть разочарованным, тебе больше не нужно вымывать свои сети. Позволь Иисусу быть на троне твоего сердца. Если сегодня кто-то с нами в онлайне, вы в эфире, также прошу вас, молитесь этой молитвой. Дорогие друзья, я хочу задать вам вопрос. Спасибо, вы смелые люди, вы уже победили, слава Иисусу. Я хочу задать вопрос, вы веруете, что Иисус Христос Сын Божий? Веруете? Веруете, что Он умер на кресте? Веруете, что Бог воскресил Его из мертвых? Если будете веровать, значит будете видеть Божью славу в своей жизни. Помолимся Господу, я буду говорить слова молитвы, вы повторяйте за мной вслух, хорошо? Отец Небесный, я прихожу к тебе во имя Иисуса Христа, Твоего Сына. Я верю, Сын Божий, Иисус Христос. Ты любишь меня, Ты умер за меня и воскрес на третий день из мертвых. Прости меня, все мои грехи, прямо сейчас. Войди в мое сердце, спаси мою душу, сохрани меня для Царства Небесного. Я обещаю, буду поклоняться только тебе одному и больше никому. Во имя Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа, во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Боже, мы благодарим Тебя, Господь, за наших сестер, Господь. Я прошу Тебя, Боже, чтобы Ты запечатлел Духом Святым, Господь. Пусть Божье исцеление придет во имя Иисуса. Пусть всякое проклятие нищеты, которое разрушено уже на Голгофском кресте, уйдет и исчезнет. Пусть придет обеспечение, исцеление во имя Иисуса Христа. Я молюсь, чтобы было всякое устройство в жизни. Мы благословляем наших братьев и сестер, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то новое и благословенное, прекрасное будущее, которое Ты даешь своим детям. Мы, Господь Божий, благословляем наших братьев и сестер, Господь. Веряем их в руки Твои. Тебе слава за эти спасенные, драгоценные души. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы вас поздравляем. У нас есть подарки для вас. Пожалуйста. Мы ждем вас на наших собраниях. Будьте благословенны. И вот у нас есть люди, они хотят стать вам друзьями. И я прошу вас, подойдите, и вы можете пообщаться, задать ваши вопросы. Мы ждем вас в церкви. Слава Иисусу Христу. Слава Богу. Братья и сестры, присядьте, пожалуйста. У нас есть еще объявление. Спасибо. 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 Спасибо.